В одном уютном зале собралась общественность всего города, представители четырех районов Сочи. Каждый из них незаменим на своем месте, а здесь, получая благодарности от главы города, они понимали только все вместе, делая одно общее дело, можно добиться хороших результатов. Таких, как во время месячника антитеррористической безопасности. По сути дела, проинвентаризировали, промониторили все свои дома, сделали акты. И в этих актах указали на подозрительные квартиры, на подозрительных жителей. И таким образом облегчили огромную работу наших правоохранительных органов. И правоохранительные органы, используя эти материалы, они уже более точечно, результативно сработали. И хочу сказать, что по материалам наших общественников были разысканы те, кто скрывался от правосудия, те, кто мог наделать беды в городе. И сегодня я с большим удовольствием говорю им спасибо. На одной сцене и общественники, и представители полиции – казачество. Осенью они вместе включились в большую профилактическую работу, способствующую предотвращению правонарушений и преступлений. Поскольку безопасность для курортного города – самая важная задача. Работа проходила в период с ноября, до нового года, очень активно. Отходы домов, проверка чердаков, проверка подвалов, наличие брошенных автомобилей, подозрительные квартиры, те, которые вызывают у населения какие-то мысли. Значит, все это докладывалось, во-первых, в районную администрацию, в городскую администрацию и участковым, уполномоченным полицией. Общественники доказали, они могут не только вместе трудиться, но и с творчеством подходить к работе. Сегодня со сцены РДК сформированный хор ТОСовцев исполнил свой собственный гимн, который был написан в рамках подготовки города ко всемирным хоровым играм. У ТОСовцев не силы и умение показывать поддержку населению. И если дружим ТОС, решение мой вопрос, даем нас силам нашим предприятиям. Вот родились слова и мелодия, создали этот гимн. Он понравился. Мы выступали уже, это не гимн Хосты или микро-район Хосты, а это оказался гимн всего города, ТОСовцев, всего города Сочи. Вечер продолжился выступлением и детских коллективов города. Елена Овсевсина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.